Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов корректуры.ру, будушин.ру, будоблог.ру, макевара.ру, докторшилов.ком Совсем недавно в одном из интервью меня задали вопрос Говорит, Михаил Юрьевич, а вот почему у вас пятый дан по карате, но всегда, когда вы снимаете свои какие-то обучающие ролики Вы все время находитесь, вернее, вы все время в какой-то одежде, но не в ги, не в каратеге, не в доге Или, как это проще говорят, из кимоно Объясню, почему Да, говорят, вы не считаете, что таким образом вы немного дискредитируете вообще понятие караты И как бы этим всем вы демонстрируете, что вы не привержены этому направлению Хотя постоянно везде пишете, что караты это вот основное стилевое направление, которое дало вам, как говорится, путевку в жизнь Нет, я не считаю, что я что-то дискредитирую, я поясню Понимаете, вообще каратеги было изначально придумано как одежда рабочая Это как и джинсы, когда-то были, там одежда рабочая А каратеги, это была тоже такая, ну, не тренировочная, но изначально одежда Это спецовка И если честно сказать, то по тем временам, возможно, она была, так сказать, удобная Как и там удобным был самурайский костюм для каких-то своих целей Или что стало потом, в угоду какой-то ритуалике, он потерял удобство, но сохранился как таковой Чтобы соблюдать ритуалы какие-то Вот так и каратеги То есть сохранился определенный стиль, сохранился ритуал, но об удобстве речь не идет сейчас вообще никак Итак, я ответственно заявляю, что в каратеге заниматься неудобно Удобнее гораздо заниматься в шортах и в майке И еще поясню, почему я считаю, что таким образом даже заниматься лучше Причин на самом деле несколько Итак, причина номер один Удобство как таковое То есть заниматься в удобных специально скроенных шортах и специальной майке Или в рожгарде каком-нибудь Удобнее просто по определению Это и гигиеничный, и пот отводится лучше, и тело дышит лучше И заниматься, соответственно, можно интенсивнее и дольше И будет удобнее Не выбивается ничего из-под пояса, ничего не прилипает, меньше потеет И вам просто хорошо заниматься Это первая составляющая часть Вторая часть Мои тренировки очень часто построены не так, что я занимаюсь только самотехникой Либо базовой, либо техникой кумите Где, может быть, сам каратеги было бы на месте на своем А очень часто у меня тренировки, то есть в них идет обязательно и техника, и поединки И в то же время есть еще и силовая подготовка, функциональная подготовка и так далее И переодеваться для того, чтобы позаниматься Там сначала базовая техника, а потом пойти переодеться и позаниматься другим Зачем на это время тратить? Время надо ценить, его не так много А потом это часто бывает в процессе кругового самотренинга Так называемого, как мы название дали, кроссфайтинга То есть когда во время самотренировки идет и техника боевых искусств И она перемежается в одном круге в упражнениях с техникой функциональной подготовки Используемой, например, в кроссфите И это неудобно А в кимоно, я так буду проще называть, неудобно делать это все Не предназначено оно для этого Я, конечно, понимаю, кто занимается дзюдо или джиу-джитсу Дзюдо или самбо Там одежда имеет определенную функциональную роль Потому что на ней отрабатываются захваты То есть это элементы экипировки, которые неотъемлемый характер носит Здесь же такого нету, когда каратес занимаешься И, конечно, когда выходишь на соревнования То определенному ритуалу и дресс-коду следует соответствовать Но во время тренировки не обязательно Давайте будем ответственно говорить Нам занятия искусствами боевыми Что важнее? Внешний ритуал? Внешняя какая-нибудь атрибутика? Или как таковая подготовка непосредственно сама? Ну, конечно, это риторические вопросы Конечно, конечно же, первое Я, конечно, понимаю, что есть те люди, которые считают в точности да наоборот Они считают, что если это каратэ, давайте соблюдать всю букву Но не надо превращать каратэ в театр ну или кабуки Где каждое движение пальцев носит определенный ритуал и так далее Нам важно сохранить дух Не будем строить церковь из каратэ Понимаете? Церковь, она всегда дискредитирует веру Она дискредитирует учения и дискредитирует дух Точно то же самое происходит и в боевых искусствах Когда мы вокруг искусства боевого строим какой-то храм Замешанный на массе ритуалов, каких-то атрибутов Каких-то там алтарей и всего прочего То мы не тем занимаемся Все это должно быть вот здесь Весь храм должен быть в голове, а не снаружи А заниматься можно чем угодно Я скажу еще дальше Когда отрабатываешь базовую технику Вот в одежде такой, какой я сейчас нахожусь Гораздо заметнее все ошибки и недочеты Кимоно скрывает эти недочеты Они всегда незаметны Когда широкие рукава, широкие брюки Все это хлопает, челкает Все там замечательно И акцент идет не на то Вот когда же человек делает ката В плавках так, что это выглядит эффектно И значит это говорит о том, что там действительно все правильно Все ошибки тут же видны Я уверяю, что абсолютное большинство, кто делает вроде бы внешне Вот эффектно ката в кимоно Стоит их сам раздеть Они становятся куцами и не нуклюжими Это как все равно, что какую-нибудь собаку Такую мощную, какую солидную собаку Вкинуть в воду, она вылезает У нее вся шерсть прилегла И она такая куцая становится Необычного вида Вот эти люди так и выглядят очень часто Понимаете? И только тогда, когда человек реально подготовлен Реально делает все шикарно Я не про физическую форму говорю Не про телосложение А про то, как он действительно двигается И когда кимоно не скрывает правильности форм его движений Вот тогда можно говорить о том, что он действительно делает все верно Вот так вот Ну и я, конечно, борьбу затронул Сказал, что там важно все Но, ребят, есть и такое понятие, как гегреплинг Где нет никаких самозахватов Одежду, более того, она там запрещена Вот в жизни это более реально Почему? Кто-то скажет Да нет, в жизни как раз одежда все время есть Ребят, она в жизни есть Только непонятно какая И будет ли она Вот сейчас нам есть одежда А я в жизни так хожу в этом И многие так ходят А если это на пляже? То есть, конечно, отрабатывать технику в куртках И с одеждой нужно Но как дополнительный момент А не как основной И поэтому занимайтесь вот в одежде простой Которая удобна и функциональна Я скажу даже больше Классно заниматься в компрессионном белье То есть, на ноги компрессионные Сверху рашгард Или тоже компрессионка какая-нибудь С длинными рукавами можно Можно короткими Если вы занимаетесь один Можно вот такой одежды Если вы не предполагаете бороться Потому что, конечно, возиться голой кожей друг по другу Это можно Но это не очень гигиенично Там рашгард подходит больше Вот, друзья Так вот Но все-таки Основополагающим фактором является то Что в одной из тренировок Строится Многокомпонентный тренинг То есть, когда есть в одной тренировке все И физуха, и силовуха И функциональная подготовка И на выносливость И бег И ударная на снарядах И так далее И так далее И это мы называем кроссфайтинг Вот сегодня у меня тренировка по кроссфайтингу Я вам сейчас и покажу И объясню, почему На своем примере наглядно Почему лучше тренироваться в такой вот одежде В какой есть я сейчас Вот И поэтому я считаю, что вопрос этот исчерпан Но когда доходит дело до соревнований Есть регламент Если это дзюдо, выходим в дзюдоги Если это, например, по карате, выходим в каратеги Если это грэплинг, выходим в рашгардах Или в чем там оно положено И так далее Потому что там есть правила Есть регламент В тренировках правил и регламента нет Все так, как ощущаете вы себя Мир устроен так И смысл в нем такой Какой мы сами в него закладываем И не надо, чтобы в боевых искусствах Одним из краеугольных камней Стала внешняя атрибутика и экипировка Нет Ни в коем случае Как только это начинается Боевое искусство и дух утрачивается Прежде всего Сам тренинг И чтобы тренинг был максимально эффективным У вас одежда должна быть максимально эффективная Максимально приспособленная Для тренировки как таковой И помните Что все эти атрибуты Эти кимоно И все это было в старину Не будем отставать от жизни Да Будем идти в ногу со временем Ну а сейчас Будет тренировка по кроссфиту И по кроссфайту